Не смотрю ток-шоу, не смотрю сериалы, я могу вечером под настроение посмотреть какой-то потрясающий фильм с мужем, но я не привязываюсь к телевизору абсолютно, поэтому мне нет времени на это тратить, но есть очень много, может быть, когда будет время декрета, я засяду в сериалах и так далее, в основном, когда мы смотрим сериалы, когда мы приболели, сидим дома, да, нечем заняться и так далее. Я нахожусь в Москве, Саша, все хотят с тобой пообщаться, все соскучились, да, вон мой пупсик, я поработаю над тем, чтобы он немножко уделял свое внимание своим подписчикам, Ксюша, пожелай мне счастья и душевного спокойствия, Женечка, я желаю гармонии в душе тебе, не знаю, что у тебя произошло, но пусть это как, Ванечка, привет, как можно быстрее закончится, будь счастлива, правда. Ванечка, братик, привет, так. Так у нас ветер сильный, мама, господи, в Москве вообще просто серость, холод, мы сразу вышли, у мужа маска его и нем покрылась, я замерзла. Мы, чтобы вы понимали, ходим там в маечке и тоненькой курточке кожаной. Зачем Москве? По делам. По делам приехали, не буду рассказывать, все увидите потом. Не имею права пока. Так, соскучилась по Москве? Нет, вы знаете, я могу так сказать, я безумно люблю этот город, любила его бесконечно просто, потому что он очень много дает человеку, который амбициозный, он много может дать, вот. И я, видимо, переросла это все, у меня поменяли ценности после 30 лет, и я уже еще как-то 5 лет еще здесь жила, как-то терпела. Но на данный момент я нахожусь в том месте, где я в гармонии, в счастье, в любви и вообще так далее. Сашка, наш любимый, пишет, ой, дебой зимой. Санька. Ксюша, что для тебя такое любовь? Ой, классный вопрос, кстати. Барри Алибасов гастаполизирован. Гастаполизирован? Да. Возможно, у него перезировка в яграх. 73 года мужику. Что ты хочешь? Он торчит на этом. Ну, в этом плане чуть сумасшедший. Так, что для меня такое любовь? Во-первых, любовь это для меня жертвенность. В первую очередь, да, делать своему любимому человеку максимально приятно, и чтобы он был счастлив. А потом, что это такое для меня? Это понимание, поддержка. Ну, я не знаю, как, что еще, Саша, что такое любовь? Ну, вообще, на самом деле, это как бы... Боже, это очень приятное чувство. Для Саши очень приятное чувство. А для меня это ответственность еще, вот, за того человека, который у меня в сердце. Ой, ой, ой. Где бы вы начитались такое? Это-то у меня есть. Ты читаешь, а я этим дышу, понимаешь? Умник. Вот так, вот так. Ксюша, ты очень хорошая, красивая пара. Очень нравится здесь ваша пара. Желаю, чтобы ваши мечты все исполнились. Спасибо большое. Так, я тоже скучаю по Москве. А вы верите в этот ковид? Пока не коснулось никого из моих близких, я не верю. И не хочу вообще даже понимать, что это существует. Хотя людей госпитализируют. И даже в Сочи знаю один такой момент, что женщину даже не отдали похоронить. Ее просто спалили российский. Поэтому, наверное, он есть. В страшных каких-то снах моих. Друзья есть в Москве. Все друзья у меня в Москве. Я прожила 17 лет в Москве. Вся моя жизнь в Москве, на самом деле. А в Сочи мы... Это я как там... Это новое мое место. Там мой друг, это мой муж. Ну, есть подружки, да, знакомые появляются потихонечку. Ну, я не в поисках друзей. Ну, а так как бы... Да. Да, есть очень много хороших людей. Как у тебя дела с Ляречкой? Извините, что если не скромный вопрос. Все в процессе. Ксюша, вы по работе приехали. Да. Блоски сегодня... Так, Базулуки сегодня 25,5. Дети в школу не пошли. Минус 25! Базулуки. Это где, Сань? Это где-то на севере. Это где вы там? В какой дыре, господи? Ужас! Ужас какой! Вот вы, смотрите, мне хочется узнать, люди, которые живут на севере, вы там принудительно живете? Или вам нравится? Ну, вот просто, может, люди свободные. Мы захотели, поменяли город. Куда захотели, туда и уехали. Или у вас так не получается? Да, конечно, к мамульчику поедем. Не надо рассказывать. Так, так, так. Добрый, только террасу показали. Уже в Москве. Да, мы сегодня были... Мы вылетели из Москвы, наверное, в 12.40. Вот сейчас прилетели в Москву. И завтра мы возвращаемся опять. Мы очень много дел, мы так сорвались на один денечек. Знаете, какой самолет вы выбираете в поездке. В этот раз мы летели из Севен. Обратно будем лететь, по-моему, в Якутии. Я даже не знаю, мы просто смотрели по времени, потому что у нас все расписано. Вы видели блогера, у которого подруга умерла в прямом эфире. Вот такой ужас, куда окажется молодежь? Подождите, нет, я такого не видела. В прямом эфире умерла девочка. Ужас, ужас какой. Она специально это сделала? Как умерла, ничего не понимаю. Так, хочешь обратно на Дом-2? Нет, нет, не хочу. Ксюша, вас на турку пригласили? Нет, 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 нет. Саша Ксюша говорит о душе. Не умничай. Так, когда следующая татушка? Татушка будет, но она будет у меня позже. Позже, потому что, я думаю, я через год ее набью. Потому что я пока по времени. Но я не остановлюсь. Я знаю, причем знаю, что я хочу набить. Я бью обереги всякие. Оренбургская область. Нет, на севере мы в 2,5 часах от Самары. А, вот, вы от Самары. Блин, а что так в Самаре холодно-то? Это и в Москве, что ли, будет скоро холодно? В деревнях вообще минус 40. Жесть. Капец, как вы там живете в Базулке. Так, Ксюша, привет. Вы не хотите вернуться на Дом-2? Нет, я уже ответила, нет, не хотим. Куча дел, правда, ребята. Я получила какой-то опыт жизненный, находясь на телепроекте. Но у меня как бы мини-20 лет, чтобы я сидела на телепроекте, занималась каким-то там пиар-ходом и так далее. Я человек земной. Я знаю, как зарабатываются деньги. Я просто теряю очень много. Я немножко расслабляю голову. И после ухода с телепроекта мне немножко было сложно встать в струю. Вот. И я только сейчас начинаю приходить в себя, поэтому до конца уже все понимаю, ясность в глазах, все, я знаю, куда иду и так далее. Поэтому нет, я благодарю этот телепроект. У меня остались там друзья. И я думаю, что я не знаю, я не знаю, что я не знаю, я знаю, что я не знаю, я знаю, что я знаю, я знаю, Продолжение следует...